Всем привет! У меня продолжение. Перевесила все кабачки, у меня получилось 17,5 килограмм. И я вот стою и думаю, я вроде бы заплатила 16 рублей. Это очень много. Она мне как бы сказала, мне показалось 16. Если честно, я не помню. Потому что она, я попросила 10 килограмм, что она накладывает в один пакет, как бы, маловато. Я говорю, еще один. Она мне на этот же пакет все ложит и ложит. Я говорю, мне еще один тогда возьмите. Два пакета взвесьте. И она вот так вот кучами ложит, ложит. И пока я с одним пакетом разбиралась, а второй положила, короче, еще три сверху. Я говорю, что у вас все кабачки забрала, она говорит. Ну, сейчас еще подвезу. Сочетку взяла с этого ценник и стирает цену. А я до этого спросила, говорю, по 66 копеек. Другая говорит, да, по 66. И вот она мне говорит, мне показалось 16 рублей. Я с Настей думаю, так много. 16 рублей. И я рассчиталась. Наверное, 16 рублей, девочки. Вот как-то мне ухо резануло. Но явно не 11. Сейчас посчитала, 11,50 должно было быть. Я сейчас стою, с вами это жую, думаю. Но вот всегда так. Лишний раз стесняюсь спросить. Даже не знала, какой вес. Вот она мне нагрузила, нагрузила и цену сказала. Ни чека, ничего не выдала. И это, и сейчас сама себя и грызу, и успокаиваю. С одной стороны, думаю, Наташа, ну считай, что ты купила по рублю. Если по рублю, то у тебя вышло бы 17,5 рублей. А так за 16 рублей. А сама себе думаю, вторая. Наташа говорит, ну как это, это несправедливо. Если по 66 копеек, значит посчитай правильно. Ещё опять успокаивай себя. Наташа, может ей деньги нужнее были, поэтому она тебя обманула. Вот легче было бы, если бы она мне выдала чек, сказала, вот какой вес, какая сумма, и чек выдала. Всё, по правилам. Так же, как и маршрутку, садишься и не всегда выдадут этот талончик. Сидишь и думаешь, надо как-то сказать, чтобы дали талончик. Потом думаю, ладно, не буду просить талончик. Вот это вот, знаете, на таких вот людях, я не знаю, выезжают. Я вот сегодня, этот мужчина мне поднёс, поднёс вот эти баклажаны. Он у меня берёт кабачки с одной руки, во второй руке баклажаны. И я сзади эти кабачки, и сумка, и черника. А женщина сзади кричит, смотри, смотри за ним, а то, говорит, сейчас он с твоими сумками убежит. И этот мужчина так поворачивается, говорит, капец, ну смотри, говорит, за мной, чтоб я не убежал. И я говорю, вот так вот, люди, говорю, боятся даже добро делать. Или вот, допустим, он мне помогает, и сразу в голове мысль, а вдруг он у меня бежит с сумками. Если честно, у меня такой мысли не было. Как бы я бы сама помогла. Там мужчина, когда я чернику помогала, это покупала, он мне говорит, подержи сумочку там мне, это помоги мне положить. Ну это нормально, я считаю, человеческие отношения. Ну вот, меня всегда будоражило, когда обманывают. Я всегда вот такая за справедливость. И вот сама себя грызу, и лишний раз спросить боюсь, потому что я считаю, что ну как бы все правильно должно быть. Посчитала, чек дала, и я рассчиталась. У меня не должно в голове мысли быть, что меня вот обманывают. Боже, как страшно жить. Я не знаю, заехала и везде обманут. Там с тем мясом, это мясо вместе с салом продадут. То тухлое продадут, то обсчитают. Это кошмар. Впрочем, магазин, зашла на кассе, пив, 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 тебя просчитали, чек дома сверила, и все. И то бывает, где-то там аукционные товары, а они посчитают какие-то аукционные, или ты думаешь, что аукционные. И, короче, везде наколка. Короче, сейчас себя немножко успокаиваю. Думаю, Наташа, ну пускай ты, считай, по рублю купила. Все, успокаивайся. Даже если не по полному рублю. Поэтому сейчас буду уже чистить эти кабачки. Перебрала чернику, и Маша мне такая говорит, Мам, а что ты не могла, говорит, рубль доплатить и купить перебранную? Я говорю, во-первых, не рубль, за три банки три рубля переплатить. Я говорю, ну, наверное, Маша, говорю, не могла. Хотелось, говорю, сэкономить. Дома ничего страшного, говорю, перебрали, и все, на сколько человек. Ну, Даша сейчас заснула. Я вот сделала такое приспособление, как я вам говорила, на улице, на досочке. И по чуть-чуть это посыпала и перебирала. Конечно, она немножко потекла, конкретно там нагрябали, той грябалкой. Вот, но ничего, перебрала. И сам себе думаю, вот у меня Антошка, ну, когда маленький был, видел, что с копейки на копейку перебиваюсь. Никогда не было, чтобы зашли в магазин, и он начал истерику, купи мне то, купи мне это, я хочу это, ты мне должна это. Он видел, как деньги достаются, что в кошельке их всегда мало, что я всегда ищу, что подешевле. И до сих пор он, это не надо мне покупать, у нас денег мало, не транжирь, не трать. Маша с Дашей, как бы Дашей не могу сказать, Даша тоже такая, как бы старается спросить, есть деньги, можно купить, вот, или давай подешевле что-то. А вот Маша еще, ну, может, я не знаю, хотя Антошка был тоже маленький. И вот Маша такая привыкла, что вот попросит, сразу покупаю. Так, и сейчас я говорю, Маша, ты, во-первых, родителям задаешь, говорю, не, такие вопросы, которые ребенок не должен задавать. Если я купила, я считаю правильно, что я так купила. Считаешь, говорю, умнее меня, это же, как, говорю, Игорь, о, уже рубль могла бы тот, типа, заплатить и нормальную купить. Я говорю, не рубль, а три рубля. И думаю, Господи, как ты меня за это, за бумажное полотенце, если я там куплю, зачем тебе оно надо? Два рубля переплачиваешь. Вот в себе, понимаете, не видит, что вот такое, как бы это, за все трясется за копейку. А тут уже такой щедрый. Прям, знаете, такая, вроде как, съездила, должна радостная быть, добычица принесла, все это подешевле купила, всего накупила, должна наготовить, а стою такая, знаете, как с таким осадком, как будто нищая. Там обобрали, тут ребенок сказал, что ты такая транжира не могла нормальной купить. Не знаю, такая самоедкая. Это кошмар. Ужасно с таким характером жить. Все, поели черники с Машей, со сметаной, с батоном. И говорю, сейчас буду заготавливать, делать полуфабрикаты. Ну, чтобы потом вам на видео уже заснять, которые, как они почищены. Не могла не высказаться. Мне некому пожаловаться. Так что, извините, что такие эти высказывания. Но, я не знаю, вот как бы мне хочется это высказать, а некому. Так что, извиняйте. Так что, извиняйте.